Добрый вечер, уважаемые земляки! В Кривом Роге и Криворожском регионе ситуация остается полностью контролируемой вооруженными силами Украины и военной администрации. Последние три дня враг предпринимает попытки атак наших позиций, в том числе с применением бронетехники и штурмовых подразделений. Напомню, что линия фронта находится в Херсонской области, и все эти атаки успешно отбиты. Сегодня успешно была отражена попытка штурмовых действий противника на нашем направлении в районах Ивановки и Заградовки. Я могу это сказать, это есть в официальной сводке Генштаба. Благодаря отваге и воинскому мастерству наших солдат враг продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Сегодня еще несколько единиц вражеской техники, в том числе и танки, и БТР, больше никогда не будут ездить по нашей земле. Внешний периметр обороны по-прежнему проходит в Херсонской области, в 50 километрах от Кривого Рога. Продолжаются массированные обстрелы орками наших территорий и населенных пунктов по всей линии соприкосновения. В частности, оккупанты из реактивных систем залпового огня обстреляли буквально в 1935 Большую Костромку, это Зеленодольская громада. Погиб 71-летний мужчина, повреждены несколько жилых домов. Из-за обстрела село частично осталось без света и газа. Также скажу, что сегодня еще произошла трагедия в Криворовском районе, это Апостоловская громада. Один из жителей взял неразорвавшийся боезаряд из кассетной ракеты, положил себе в сумку и начал двигаться на небольшом мотоцикле. В итоге этот заряд сработал и, к сожалению, мужчина погиб. Я еще раз обращаюсь, пожалуйста, если вы видите кассетный боеприпас, цилиндрик, как я уже десятки раз говорил, диаметр 2-2,5 см и длина 5 см. Может быть с такими веревочками, типа парашютика, может быть без ничего. Пожалуйста, обращайтесь, 101 и 102. Полиция и спасатели знают, что с этим делать. Нельзя брать кассетные боеприпасы. Они могут сработать и через день, и через неделю, и через месяц. При этом срабатывают некоторые на движение, некоторые на изменение температуры. Поэтому просто нельзя дотрагиваться до этого. Криворог сейчас прифронтовой город, но мы продолжаем оказывать помощь переселенцев. За время войны через наш город транзитом проехало, прошло больше 100 тысяч беженцев и более 50 тысяч переселенцев находятся в Кривомороге сейчас. В центре по работе с переселенцами работают социальные службы, психологи, организован медпункт, комната матери и ребенка. Выдаются наборы питания, организован транзит в западные области страны. С вокзала каждый день входят эвакуационные поезда и проблем с посадкой нет. Понятно, что Кривойорог не был никогда курортным городом и гостиниц и отелей у нас в таком количестве нет. Но в школах, детсадиках организованы места для тех, кто требует ухода в терцентрах. Огромная работа. Огромная работа. Большое спасибо всем и социальным работникам, и педагогам, и волонтерам, кто занимается беженцами. Но мы обязаны ее делать. Мы одна страна и должны заботиться о тех, кому сейчас особенно тяжело. В Кривойороге работают нормально все коммунальные и промышленные предприятия. Сегодня в карьерах на ГОКах провели четыре мирных взрыва. Значит, будет труда, будет зарплата, будет работа, будут налоги для страны. Работают все органы власти, социальные службы, проводятся социальные выплаты. Мы помогаем с выплатой пенсии людям в трехфронтовых селах на освобожденных территориях Херсонской области. Развозим туда, где сейчас просто нет никакой возможности старикам ее получить. Большое спасибо за мужество тем людям, которые это делают. А еще электрикам, слесарям, всем, кто зачастую под обстрелами проводит восстановительные работы. Важный вопрос еще. Сегодня Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий внесло в список пострадавших в связи с военной агрессией общин Широковскую и Зеленодольскую громады. Жители этих территорий, чье жилье было повреждено обстрелами и которые вынуждены эвакуироваться, смогут получить статус ВПО временно перемещенных осип и оформить соответствующие выплаты от государства. Подать заявление можно через приложение ДИИ. И сейчас идут вопросы технического отлаживания. Можно это будет сделать, обратившись в районное управление соцзащиты. Есть хорошие новости еще. Ведь сводки с полей бывают не только боевыми. В нашей области идет посевная. Аграрии уже засеяли яровые на 90% от прогнозируемых площадей. И зачастую сеют там, где слышны канонады. Мужественные люди. Да с двух будем с урожаем. Работаем дальше. Совершенствуем оборону. Мы победим. Кстати, такой интересный факт. От Кривого Рога отступил даже ковид. На утро в городе было всего 27 больных. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине!